Слава Богу, братья и сестры, знаете, Бог нас собрал сегодня, не знаю, как дальше будет, мы еще не всегда думаем, понимаем, слышим, читаем эти законы, которые есть, которые принимают. Но, братья и сестры, пускай Бог нас укрепит из его, потому что, знаете, ну, я думаю, вы слышали, те заболели, те переболели, те заболели, вот, мы люди, как и все, и я даже, знаете, вспомнил, помните, когда у нас была свадьба и было слово пророческое? Я так, знаете, иногда так все, ну, дома, думаю, вспоминаю, думаю, помните, было сказано, что Бог будет отзывать и готовых, и не готовых. Но пускай, если Бог и кого-то назначил отозвать, чтобы мы были готовы, а и будет то, как мы думали, может, для неверующих, не готовые, ну, может, для верующих, но пускай нас Бог, братья и сестры, укрепит, и чтобы мы укреплялись. И не разочаровывались, потому что, знаете, я недавно слушал одного, ну, брата так назову, у него такое выступление было, и он там так, ну, чтоб собирались, чтоб никто никуда не собирался, а чтоб собирались на собрание. Ну, знаете, я тоже, мы с братьями думали по-разному, эти все нюансы, моменты, они бывают, можно вдруг с нескольких сторон смотреть. То, знаете, мы так пока решили, пускай Бог благословит и даст нам, знаете, братья и сестры, не унывать. Потому что, знаете, сейчас, как где-то не собираемся, Бог дал нам сегодня такую возможность, пускай укрепит нас, и мы сами укрепляемся, живем, когда дома, не собираемся здесь, читаем Слово Божье, молимся, общаемся, может быть, не так, но по телефону мы можем пообщаться друг с другом где-то. Вот, пускай Бог нас укрепит, братья и сестры, даст нам силы и здоровья, кто, может, заболел, пускай Бог даст выздоровление. И мы сейчас помолимся, чтоб Бог нас благословит в этом служении, чтобы мы то, что Бог нам хочет сказать, приняли, услышали Его и прославили Его. Потому что, так знаете, сегодня что-то думал утром, думаю, так живем мы, вроде на собрание не ходим, а, братья и сестры, ну, у нас гонение есть вообще сегодня? Нет, нет. Я думаю, что вообще их нет. А если, я думаю, так знаете, братья и сестры, когда нету гонения, и люди уже, бывает, ослабели, и на собрание, может, не хотят идти, или куда-то непонятно, куда начали ходить. А думаю, а если гонения будут, какие-то притеснения, может, там, голод там, или духовный, или такой, то, знаете, я думаю, кто, я знаю, как бы, и себе, чтоб быть каким-то таким, чтоб, знаете, быть твердым. То, пускай нас Бог, братья и сестры, укрепит, даст нам силы, чтоб не пришло в нашу жизнь, чтоб мы не унывали, не разуверились в Боге. Потому что, бывает, знаете, в таких обстоятельствах люди начинают по-разному думать, а может, Бога нет, а может, я никому уже не надо, и так дальше, и тому подобное. Так что, братья и сестры, Бог есть, и все знает, и все контролирует, и слава Ему за все, и мы сейчас помолимся. Молимся. Дорогие минуты, нам Бог дарова, мы увидели, братец и сестры. А Иисус, дорогой, с нами быть обещал, Родим Богу в сердце просном. А Иисус, дорогой, с нами быть обещал, Родим Богу в сердце просном. Иисус, дорогой, с нами быть обещал, Родим Богу в сердце просном. Иисус, дорогой, с нами быть обещал, Родим Богу в сердце просном. Иисус, дорогой, с нами быть обещал, Родим Богу в сердце просном. На поборе побудем и снова пойдем За Господа мимо вражды. На поборе побудем и снова пойдем За Господа мимо вражды. Здесь в общении сладко забыли места И суровые огни пути. На поборе нашли мы в Господних словах, Чтоб силою новой идти. На поборе нашли мы в Господних словах, Чтоб силою новой идти. На тиснее окружим Иисуса Христа И втираем пред вечным горам. По пранёю Его под погромом щита Пойдем по Господним стенам. По пранёю Его под погромом щита Пойдем по Господним стенам. Слава Иисусу Христу, дорогие и сестры. Начинаем служение. Без ласка, если у Вас и Иоанны брали с собой, Открывайте, без ласка, Иоанны и Иоанны. Шостый роздел. Шостый роздел. Прочитаем такие верши. С 35-го верша. И Иисус же сказал им, Я ес им хлеб жизни. Приходящий ко Мне не будет алкать, И верующий в Меня не будет жаждать никогда. Но Я сказал вам, что вы и видели Меня и не веруете. Всё, что даёт Мне Отец, ко Мне придёт. И приходящего ко Мне не изгоню вон. Ибо Я зашёл с небес для того, чтобы творить волю мою, Но волю пославшего Меня Отца. Воля же пославшего Меня Отца есть та, Чтобы из того, что Он мне дал, Ничего не погубить, Но всё то воскресить в последний день. До свидания. Пригадывал процессорами, как праведник Йов, Після перерви збирал дитей своих. Пригадывал, я думаю, да? Напишено там круг 1-6 дней. Что это означало? Может так по черзі они договаривались. И он их збирал, говорив с ними, беседовал, молился, Освячивал написано их. За них жертвы переносил процессорами. И так мы сегодня. Была такая перерва в наших служениях. И сегодня мы собралися. И поэтому, дорогие, мы будем освящаться. Просить Бога милости. Можливо, комусь треба... Это, что я говорю. И так, дорогие, мы процессорами. Часто мы лишаемся после наших молитв голодными. Часто думаю, чому живем пробовать? Чому нередко не відчуваємо нашу почутою молитви? Не родится наш дух? Утомляется он. Часто так, дорогие мои, чуешь, как, брат, живешь? Ой, так тяжко. Как застали? Ой, так тяжко. И я думаю, почему так? Почему, дорогие мои? Иисус говорил в этом тексте, что я прочитал, Как хлеб життя? Как хлеб життя? И знаете, брат, сестра мои, говорит, что если Христос хлеб життя, то я думаю, что люди не должны быть голодной. Правда? Если Христос хлеб життя. Но бывает голодной. И вот, брат, сестра мои, хотел бы сказать, что, думаю, почему мы остаемся часто голодными и устоманными душой? И вот эти моменты, когда нет собранных, они так проявляют. Если бы я сейчас делал этот микрофон и прошел бы у вас, и спросил бы у каждого, как твоя жизнь? Ой, 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 ой. И думаю, не раз почему? И знаете, дорогие мои, я понимаю, что мы идем к Богу. Бог – это джерело жизни. И, мабуть, потому что мы, мабуть, не так до Него приходим, мы не одерживаем то, что нам нужно для нашего духовного життя. И вот, брат, сестра мои, знаете, очень важливо знать Божий характер. Я думаю, что поведенка Артекса Аркса знали все про это. То, что знали, когда можно до него верти, правда? Когда не можно. А если пришел, то надо как себя везти там, в царском палаце. Даже три дня поста, дорогие мои. И весь народ молился, все молились, и то, и все боялись идти, дорогие мои. Вот такой царь. Придивлялись, ага, как, а вроде посмехнулся, ну, протянул там жезл. А часто мы до Бога, брат сестра мои, приходим, как попало. Как попало. И я думаю, от этого непочутствие нашей молодости, жизни в проголодь и в тома нашего духа. Как же ты, Господи, я до тебя приходил? И вот, брат сестра мои, хочу наголосить вашу увагу на этот текст, который я прочитал. Посмотрите, как написано про цесра мои. Иисус говорит, что Бог мне дал все, и поручил мне, и говорит, что хочу, чтобы те, кто до меня приходят, чтобы я их воскресил последнего дня, довел до Царства Небесного. И Иисус говорит, что я этим занимаюсь, я чину волю Отца Мого Небесного. Но, дорогие мои, этот вирш мне всегда, ну, всегда мне что-то, может, братья проповедники меня не понимают, что мне что-то в этом вирсе было за Ягодовскую. Уявите себе. Так мне... Ну, какое было бы хорошее слово. Вот я читаю, дорогие мои. Читаю. Значит, и приходящего ко мне, вот этот текст, третий вирш, и приходящего ко мне не изгоню. Ну и добрый. Вот мне подобается вот такой звук. Такий текст. А тут написано, приходящего ко мне не изгоню вон. А вы скажете, а какая разница? А для меня, знаете, честно думаю, Господи, что ты это слово ставил, або по-украински, не изгоню, не выгоню геть. Знаете, когда, думаю, выгоняют геть, то уже, мабуть, зайти второй раз тяжело. Правда, процессы? Один раз тебе выгнули геть, ну так, по-справжению. Другой раз говорит, что ты не пойдешь. Иисус Христос говорит это слово. Ну, почему-то он живет этот текст. Почему это слово добавил? Я много лет подумал, а это на карантине были, как вы знаете, что открылось, может так вот что-то бывает. Может вы тоже живете, кто молодший до старости, может вам так будет Бог открыть. Я могу сказать, что мы это уже отдаем. Вот мне чего-то открылось слово, не изгоню вон. Почему добавил Господь это последнее слово? Ну, кажется, было бы лучше, как это звучит. Я, братцы, думаю, про это вопрос, я понял одну вещь, что Господь геть, або он, никого не выгонит. Ну, он такой Господь. Но, дорогие мои, если выгонять геть, то все, человек погибнет. Но, братцы мои, выходит, что до Бога можно приходить, как попалить. Люди часто говорят, Бог всех любит, Бог всех прощает, он приходит, ну, он, який хочешь, такий приходит. Братцы мои, а мне, подивился, почитал я, подумал, да думаю, нет. У Христа Иисуса, есть правило, выгонять геть не выгонять, что ты сам пойдешь. Но, братцы мои, отправить человеку, поправить своё життя, он может. Половить думку, братцы мои, отправить человеку, чтобы она что-то поправила, а тогда пришла. Он может. Он геть не выгонять. И бывает, когда человеку Господь отсылает, поправлять своё життя, бывает, человек так плечом дернет, ах так, я больше не прийду. Ну, твоя справа. Я геть никого не выгоняю, до конца я никого не про жену, каже Господь. Но, когда мне что-то не нравится, я могу это отправить. Ты подумал, я так не прийму твою жертву. И про это мы открываем первый разум порок Исаии. Там Господь говорит такие слова. Он говорит, что Господь в этом слове подивился на этого Израиля, подивился на этих людей, и говорит, что 1-12 Исаии немного ниже. Когда вы приходите являться предлицовым? Он говорит, что кто требует, чтобы вы топтали двори моих? Он говорит, что... А дальше говорит процесс на моих. Он говорит, амонь, очиститесь, удалите злые деяния ваших отачей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правду, спасайте огнеденного, защищайте сиротона, вступайте за воду. Тогда придите, и рассудим. Виходит процесс на моих. Господь, начиная на этот текст, Исаия говорит, что князья Содомский и Гоморский звертается до Израиля, и говорит, что я вас не прогоняю. Он говорит, что это не так. Он говорит, что это не так. Но, если вы появились, то правите, правите. А говорит, правите життя, приходите, рассуждайте. Бог никого не прогоняйте, но и отправить на переоценку ценностей всегда можно. Книга пророка Емалахи, у меня часто развернуло на все увагу, когда я готовился, особенно эта книга говорила до меня. Господь говорит, книга пророка Емалахи, мы читаем, что 1.6, он говорит, что сын читает «Ца и раб Господина, своя войсия отец, тогда посещает ко мне». Господи, а если я благословен передо мною, и все они спрашивают, а Господи, а чем же мы тебя благословим? Что тебе не подобается, Господи? Мое что-то не так. А что, Господи? И он говорит, чем мы благословим тебя? Вы проносите на жертвенник мой нечистый хлеб. Может, я думаю, в процессе мы не стоим в Киеве, не просеянный, может, где-то долго лежат дома. Ну кому? Да, Господи, хай пиде там. В трапезе Господь не стоит уважения. Ну что с ней? Какая выгодность этой трапезы? И говорит Господь так, что «Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобою, и благословно ли примет тебя?» И говорит Господь, что лучше, кто-то из вас запер дверь. То есть Господь не прогоняет людей, но говорит, что не приходите ко мне. Не являйтесь, как попали перед ним. Мы сейчас стоим в Израиле, и не раз Господь говорил, до третьего дня освятиться. В какие-то моменты люди должны прийти, одяг провела порядок, душу свою, и так далее. И говорит Господь, «И от востока сонца до запада велико будет имя моё между народами, и на всяком месте будут проносить Фемиан имя моё чистую жертву. Велико будет имя моё между народами, говорит Господь Савок. А вы? А вы вот так поступаете, говорит Израиле. «Поправьтесь, не надо мне этого нечистого, або обещав Богу, в стадии есть, и говорит, «Ну, хорошая тварина, какого-то жертвы, она меняется в виду». И говорит, «И он дал обед, этот человек. Видно, брата, с моего, может кто-то из нас, а может я так? Знаете, бывает так, когда трудно, помните, того купца, как на море был шторм, а он перелякал, что загину и он, и его богатство, и он сказал, что, если приплыву Господи, то вот такую свечку тебе поставлю, как вот эта мачта, здоровая такая была раньше, а когда Господь дав тишину, пришел до берега, ступил на берег, и говорит, «Господи, а что она тебе такая большая?» Но тут написано, что дав обед, и, напевно, что Бог выполнил, помог Господь ей души, дав обед, и говорит, а пронес кривой слепой, того пожалевшего обещав. А, так говорит, «Та Богу не надо, а вот это». И говорит, «Господь тоже, мне не нравится, не приходите до меня, отправлю назад, я не везонюгеть, но отправлю назад, по праву жизни, по праву свою жертву». Далее, в процессе, как мне прописали, и Малахи, и мне тоже так, трянуло увагу на это, особенно, в которой уже есть семья, и в процессе, такое воно, такое воно, и, каже Господь, 2,13, и вот еще, что вы делаете, вы заставляете обливать слезами жертвенника Господа, с рыданием и воглим, так что он уже не презирает воли на приношение, и не принимает умилостивительность жертвы из рук ваших. И вы скажете, за что это правда, Господи? Вы спросите жертву, жертвы не обливали слезами, там, не знаю, ответ, и питают, а за что? Вы скажете, а за что? И слушайте, это струкается с семейных людей, за то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил в веролон, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Знаете, в процессе моей ситуации ризы бывают в жизни. И даже, может быть, карантин, может быть, у кого из дома, какие ситуации выникли. Дорогие мои, братцы мои, ты идешь с жертвы, может быть, обливаешь жертвы Господней, а он не принимает. Он говорит, «Дать мои, я тебя не прогоняю, я люблю тебя, ты дать мою, но иди по праву, семейные, подруги, а может быть, кому-то требует чиновника, дедочки, подруги, пожалуйста, по праву свое положение, изменяйте некоторые вещи, процессы и то, что Господь говорит, что я тебя не прогоняю, но и по праву, я такую жертву не принимаю. И если ты дома, например, как властелин, я не раз на Винчине говорю, другие мои, то процессы мои нужно править свое життя. Она законна твоя дружина, и так поступает. Господь говорит, я не принимаю эту жертву. Господь, ну при чем тут жена, Господь, я же тебе принизу жертву, он жертвенник пить, слезами умил. А Господь говорит, не треба воно мне, я не принимаю эту жертву. И так, дорогие мои, я начинаю понимать, что Боже, какой ты большой. И Господь говорит, что я в народе великой. Процессы мои. Не один царь земли, дорогие мои, когда начинал понимать, что не он генерал, и все, что над ним есть Бог живый, не один скаля в колено, про это благовение перед Богом живым. Ведомое имя Бога нашего. А у нас, может, как попало прийти? Ну, что тут такого? Ну, там, поругались, ее проблемы, или его проблемы. А Господь говорит, я не принимаю такую жертву, я тебя не выгоняю геть. но отправлю тебя на то, что ты поправил? Отправляю. Далее, это очень интересный момент, тоже в третьем разделе. Господь говорит, что за жертву, за обкадывание Бога. И говорит, что я тоже не принимаю эти вещи, и говорит, что, ну, не обкадывайте меня, пронесите все десяти летом, хранилища, все в доме моем было пищи, хоть я в этом и спросите меня, каже, не открою я для вас отверстие небесных. Знаете, братец, это мои, и я долю себе, эта вещь, дорогие мои, она важливая. Пришла людина, помню, еду за внебратом, а я говорю, что ты так не сделал, для церкви было бы лучше, я говорю, а мне так не выгодно. Я говорю, а Господу, выгодно так. Ну, так не выгодно, ну, как это, трапеза Господня, ну, зачем Господу, десятина ноги, а правда, ну, зачем она? Ничего, а водопереношение, образество майонеты, мы каждый год, когда мы собираемся с семьей, мы говорим, великий анализ, не дай Господь, чтобы мы где-то утаили и до Господа, финансы. Я вам щиро скажу. То, братец, это мои цели, я говорю Господи, прийдите, что с вас не выходит, ну, прийдите, и спросите меня, и вы скажете, ну, такая маленькая пенсия, братец это мои, все понимаете. Но знаете, дорогие мои, есть вот такое слово, данный братец это мои, Матфея, уже переходим в новый заповед, и говорит Господь, что, я читаю братец это мои, а я говорю вам, что всякий, это 5.22 Матфея, а я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасного, подлежит суду, кто же скажет брату своему врагу, подлежит с ней дрюгона, кто скажет безумный, подлежит гене огненной, и так, если ты приносишь дар твой к жертвеннику, принесешь, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, что скажешь, слава Боже, процеса моя, оставь твой дар, твой к жертвеннику, Бог не говорит, что я не хочу его принять, не, он не говорит, иди своим даром, чтобы я тебя не видел, не так каже Господи, Бог наш интеллигент, но я сказал, что дар оставь, добрый, ты хотел меня благословить, ты хотел сделать добрый, оставь свой дар, оставь свой дар, а он сказал, что ты приносишь с братом своим, и ты приносишь с братом твоим, и ты принеси дар твоему, и сказал Господь, что я пойму, и знаете, сколько таких моментов, еще много, вы представляете еще молитвы фарисея и митаря, Такий фарисей пришел, знаете, братья-сестри. Если бы вы знали, сколько я видел людей, которые являлись в Божьей волосы, в собранных процессах. Фарисей из фарисеев, как сказал Павел, позывал про себя. Зовно, братя-сестри, но не прикопаешься. И те не такие, и тот не прав. Все знают, все разрулят, все вырешивают. Только в середине, как написано, колоний костей и прочее. И пришел перед Божим лицем, и пришел мой директор. Помогли меня Господи. И Господь говорит, ты пришел больше оправданным. Бог не принял эту жертву. И ты пришел больше оправданным. Братья-сестри, я сегодня все слово говорю, не для того, чтобы вас докорить, а я собі говорю, вам говорю. Знаете, братя-сестри, мне очень важно для меня, чтобы мы сейчас помолились Господу нашему. Чтобы Бог, ну, поправить своё життя, братя-сестри, и чтобы вы пометали, что Бог всегда ждёт нас с дарами нашими. Он хочет принять нас, хочет нас благословить, хочет нам помогти и милить своё вид каждому сердце и души каждой. Но, дорогие, мы не забываем, что наш Бог славный, братя-сестри, Бог наш великий в народе. И, как раз, Господь не раз жалуется, каже, я в народе великого, в Израиле. Ну, так вот. Дорогие мои, может быть, кто чувствует, что вы трошки с голоднёй, может быть, кто-то славный, братя-сестри мои, давайте глянем, может, Бог нас не откинул, ты говоришь, Бог не почув, послушайте, ну, неправда. Не так, не такий Бог наш. Он чует тебя, но, знаешь, он мает право не принять. Он тебя геть не прогонит. Он говорит, мает право тебя не принять. И скажет, что дитя моя, по праву, от тебя по праву. Вот, и маленькие, маленькие, так вот, вам, ну, деякие речи, скажем, у всего, вы знаете, свое сердце краще, и я свое сердце знаю, братя-сестри мои. Потому, знаете, часто Господи укриве себе проносим, знаете, самое лучшее, так вот, для свиту, для себя, часами, десь там, интернеток. А Богу помолиться, а Бог, великий Бог, братя-сестри мои, Бог славный Господь. Великий наш Бог, слава Йому, дорогие мои, великий наш Бог, братя-сестри мои. Знаете, не раз думаю, Боже, який Ти великий. Я братя-сестри мои, навіть в цьому, бо в цій арендії нашій, все-таки я чую, як Бог говорив слово, чітко і ясно. Я на мене нападав страх, я кажу, Господи, ну, я цю трошки душу знаю, трошки, ну, проїжджають люди з дальних далек до далек, іде слово до душі, точно, я, ну, трошки знаю, я знаю, чи ситуації життя, і кажу, я інколи в страх, на мене нападав страх, кажу, Господи, ну, я трошки знаю, Боже мій, ну, як оця людина, яка приїхала звідкись, знає стан тої душі, братя-сестри мои. Я скажу, дорогі мої, наш Бог великий і славний, слава Йому. І братя-сестри мои, хотілося б зараз би, давайте ми поправимо наші світильники, і скажу, Господи, можливо, десь не так, можливо, десь щось, ну, десь, ну, в якісь ситуації життя в мене були, пробачь мене, Господи, я прийшов здаром, ти мене десь трошки сьогодні відправи, пішов думками, поправимо, братя-сестри мои, і він сказав, що я прийму тебе, дитя мои, я прийму, хочу благословити тебе, хочу підтримати тебе. Тобто, братя-сестри мои, добрий наш Бог, слава Йому, дорогі мои, не до кінця гнівується, дорогі мои, небовід не годує, небо діла нашим воздає нам, братя-сестри мои. Я з кожним роком ще більше-більше починаю розуміти, який добрий наш Господь, а відує, братя-сестри мои, який він добрий. І коли вражаю, який добрий Господь, братя-сестри мои, то не гніві в нього, шамуємо його лице, братя-сестри мои, коли приходимо перед його лицем, найперше, братя-сестри мои, подіріть так свою молитву, найперше, повідайте Богу славу, братя-сестри мои. Не так, что Господи, дай мне то, подождите, подождите, воздайте Богославу, благословите, поклонитесь Ему, визнайте Его Богу вашим, смиритесь в сердце своем, и Бог прийдет, накормит душу нашу, згорит сердце наше, подает свою благодать, аллилуйя Богу нашему. И пойдем в это место, радость, счастливый, стиль на колено, молимся Богу нашему, аминь. Боже, благости безмерной, я смиряюсь пред Тобой, Дух премудрости священной, Сердце мне и свет и свой, Подари дарами веры, пламениющей любви, Чтоб об имени Христомом возвещал я во все дни. О, мой мастер, мой Господь, Ты больший, ты мой отлов, Я хочу, ты чечна твой, Ты с тобой, Господь, Всегда, всегда, со мной, с тобой, Дай забыть мне все заботы, И забыть, Нас кое я На твоё святое дело Я на том, ошли меня, дай мне силу благодати, силу слов твоих живых, чтоб твои слова святые те, я взялся в сердцах русских. О, мой хвост, ты мой Господь, ты мой щит, ты мой обмор, я хочу быть с тобой, Господь, навсегда со мной сам пребудь. Боже, благости безмерной, полон ты святых дорог, дай мне быть служений верным, дай мне, дай твою любовь, дай мне с плотью не считаться, как придется пострадать, и за правду подвязаться, а тебе всем возвещать. О, мой хвост, ты мой Господь, ты мой щит, ты мой обмор, я хочу быть с тобой, Господь, навсегда со мной сам пребудь. Слава Господу, царь правди, царь миру, Господь всему обмор, до тебе у молитвы мы идем в цей час. О, мой хвост, в сердцях наших справдих завжди мы присутим, и Духом Святым, божевим всех нас. Ты вся его слава святынь и невинна, ты среди хвали в сердцях вірных живешь, простий ми благаемо нашим правилам, бо скоро судить и свят грешник придешь. Великий и сильный Владико наш Божий, престол твоей величности на высоте, хай враг души людских нас не переможе, змецни наши силы в земной борьбе. Ты наша надія, ты наше спасение, открив нас джерела живой води, хай слово святе, как добирное насильное, в сердцях проросте и дасть дубль води. В жизни, чтобы мы стали невидны, как дети, покинь не завжди твои воли были. Навчи нас любите, навчи нас радите, чтобы все, кто нас скрыли, прощати могли. Дай силы нам, Боже, завжди свято жити, сумлитные сердца в чистоті зберегти, Бо кровью святою нам души помивти, чтобы с Господом слави нам в небо ввести. Ты не отбери от нас Духа Святого, дай мудрості нам, научи просвяти, чтобы мы смогли вылучить ценность простору и с верой в сердце пришли до мети. Тоби мы по яку складаем у очей, Ты завжди при нас поправите, як Тим. Хай имя Твое, святый мир, Мы охучены на вечно веки. Аллилуйя, аминь. Братья, сёстры, наш любимый Господь живой! Слава Ему! Хай имя Твое, святый мир, Если попросим хлеба, камень не понадобится. Если попросим счастья, счастье в своем возле. Только мы сами часто не доверяем им. Если попросим счастья, счастье в своем возле. Только мы сами часто не доверяем им. Думаем, что над нами бестилишь облака. А лица раками Божьей любви рука. Небу небес различны наши земные дни. Перезыганье отличны в общем и не одни. Небу небес различны наши земные дни. Перезыганье отличны в общем и не одни. Пастырь скобы пели. 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 Если мы ищем счастье, вот и его узелим, Только корень нечаще нужно склонять пред ним. Только корень нечаще нужно склонять пред ним. Слава Богу! Не смотри с тревогой свое завтра, Если в нем лишь сложности видны. Бог все может изменить внезапно, Планы Божьи милости полны. Богу провести тебя несложно, По дороге, что внушает страх, Потому что Богу все возможно, И весь мир лежит в Его руках. По молитве нашей скажет слово, И мы вдруг почувствуем опять, Что всему на свете Бога снова, И что всем Он может управлять. Он дает нам и в большом, и в малом Видеть верой, понимать и знать, Что Он безнемогшим и усталым, Может стержнем ободрения стать. Много раз испытано на деле В жизни тех, кто Богу доверял. Как не кружат жизни карусели, Никого Господь не оставлял. И когда несет в душе тревогу, Неизвестность предстоящих дней, Доверяй все завтрашнее Богу, Это снимет груз с души твоей. Аминь. Слава Богу. Слава Богу, братьяenses. Слава Богу. С Солом 121, Первый стих, Написано так. Возрадовался я, Когда сказали мне, пойдем в Дом Господе. Слава Богу. Я думаю, что вы разделяете тоже это слово, эти переживания. Я недавно читал, попалась мне информация за один кустик интересный. Растет он в Африке, не только в Африке, там точно растет. Называется он Нгоджакидоба. Такое название у него. И когда проходишь мимо этого кустика, у него тоненькие веточки и на веточках колючки в виде крючков. И вот когда ты так неосторожно возле него проходишь, зацепился за эту веточку, и она раз к тебе прилипла, начинаешь дергаться, там множество других веточек. Раз, 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 и тебя облепило, и все, и ты стоишь склонный. Поэтому не рекомендую. Если ты зацепился, дергаться сразу не рекомендую. Аккуратненько, аккуратненько одну веточку отцепить. А переводится это название «Подожди немного». Вот же Кедога. «Подожди немного». Такой интересный куст в Африке есть. И вспомнил я другой куст. Написано, когда Моисей пасает овец в тесте своего и Афора, он увидел куст, который горел и не сгорал. Он подошел посмотреть на это странное зрелище. И оттуда заговорил Бог. То эти два куста мне нечто напоминают. Первый куст — это «Ну вот же Кедога». Нам сказали, подожди немного. Первый раз в три месяца мы смотрели в экраны своих компьютеров и телефонов второй раз в месяц с лишним. А второй куст — это вот как раз сегодня мы здесь вместе собрались, где горит огонь Божий, где Дух Святой говорит к сердцу. Нам, конечно, более приятно быть вместе в общении. Разные моменты в жизни бывают. И я так думал тоже, почему так? Почему Бог так допускает? Хочу немножко поделиться своими мыслями. Евангелие от Матвея, 27 глава, 46 стих. Написано так. «Около девятого часа возобил Иисус громким голосом «Или-или, ломаса вахвани». То есть «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Текст, как бы, может быть, не ко времени, обычно больше к левопреломлению. Но вот это слово, оно задело меня. И вопрос у меня такой был. На самом деле, Отец Бог оставил Иисуса? Нет. Значит, Иисус сказал неправильно? Я размышлял над этим текстом и думаю, что в глобальном смысле нет. В глобальном смысле. Мы знаем, что Иисус Христос умер, и Бог Его воскресил. И сегодня где Он находится? По правую сторону от Отца. Он ходатайствует за нас. Но совсем Бог никогда не оставлял Сына Своего. Но на время, да, тогда на Голгофе была такая необходимость. Мы до конца не понимаем и не разумеем, почему так. До конца не понимаем. Я думаю, может быть, на небе поймем, почему так. Как Бог Отец мог оставить. Но крест, это такая глубокая штука, до конца понятия осознать, что же там происходило в духовном мире, мы до конца не можем. Но на тот момент Иисус, Он нес все грехи всего мира. Весь грех мира нашего и наш, в том числе, он был возложен на Иисуса. И произошло разделение. Отец был не совсем понятным, по нам причинам, должен был отступить, оставить, на какое-то время оставить Сына. И на время Он был оставлен Отцом, чтобы Он мог принести жертву, умилостивление за грехи наши. Это так происходило, так есть. Много толкового об этом. Они говорят, оставил, другие нет, но я верю, что Иисус сказал правду. У Иисуса тогда просто перераспал разрыв. Знаете, Он всегда слышал Отца, всегда отвечал Отец на Его. А тут, тут была тишина, тут не было ответа. Отец не вмешивался в то, что происходило там на Голгофе. Он был вынужден так сделать. Произошло разделение. На какое-то время Отец Его оставил. На какое-то время так надо было, мы до конца не понимаем. Но если так сказал Иисус, так было. Мы должны это понимать и принимать. Даже если не понимаем, но Слово Иисуса, оно всегда правдиво. Если Он сказал, Отец, для чего ты оставил Меня? Значит так было. Даже если мы этого не понимаем. На время, не навсегда, на время, но оставил. Оставил. Вопрос другой, оставляет ли Бог людей? У меня такой вопрос. к вам и к себе. Оставляет ли Бог людей? Я так скажу, что в глобальном смысле нет. В глобальном смысле нет. Иначе мир нас, он давно уже перестал существовать. Потому что Божьи законы, они действуют. Они действуют во всем. И Бог дает хлебушек, дает дождь, злым и добрым. Бог вообще людей не оставляет. У Него все под контролем. Он следит за этим миром. И Он за этот мир отдал Сына Своего Единорода. Мы так поем. Если Бог любовь отнял на миг, то этот мир, он давно уже проникал. Так что Бог совсем не оставляет, в глобальном смысле, не оставляет человека. Человек часто оставляет Бога. Такое есть. Но на время. А на время Бог может оставить человека? Хочу зачитать один текст. Второе, Параллипоминон, 32 глава. 32 глава, 27 стишка и ниже. И было у языки богатства и славы весьма много. И хранилища Он сделал у себя для серебра, для золота и камней драгоценных, для ароматов, щитов, для всяких ароматов и щитов и для всяких драгоценных сосудов, кладовые для произведений земли, для хлеба, для вина, масла и стойла, для всякого рода скота и дворы, для стад. И города построил себе, и стад мелкого и крупного скота было у него множество. Потому что дал ему Бог весьма большое имущество. Он же, Эзекия, запер верхний проток вод Геона и провел их вниз к западной стене города Давидова и действовал успешно, Эзекия, во всяком деле своем. только при послах царей вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении, бывшем на земле, оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. Эзекия, хороший царь? Ну, хороший. В общем, взять, в общем, жизнь, если взять, понятно, что в жизни у нас разные моменты, разные периоды жизни бывают, правильно? Так же и в Эзекии. Были периоды, и я читаю, и видим, что Бог, он действовал, Бог был с ним, Бог его благословлял, у меня было весьма великое имущество, он был царем, он имел власть, и он действовал успешно. От чего? Потому что Бог давал успеху над Богом. Бог благословлял. Вне зависимости от тех обстоятельств, в которых ты находишься. Мы читаем, что Иосиф был в дом Патифара, и в темнице, когда такие стесненные, и там Бог благословлял, он видел руку Божью. Так же и в Эзекии. Было время, когда Бог был с ним, Бог был рядом, и он благословлял, и это было видимо, очевидно, успех его для всех, не только для него. Так бывают люди, которые хвалятся, вот своим якобы успехом, а другие этого успеха не видят. Они только в своих глазах успешны. В Эзекии они так, он был успешный, это было видимо. И Бог был с ним, и Бог их благословлял, и действовал. Он хорошо и все. Но написано, только при послах Павелонских, которые присылали к нему спросить, оставил его Бог, чтобы испытать сердце, и узнать, что у него на сердце. Испытать его и открыть все, что у него на сердце. Знаете, я так размышлял над этим словом. И иногда мы рядышком, когда Бог с нами, когда Бог с нами, вот мы чувствуем страх Божий, мы стараемся быть в тонусе, в тонусе. Ходим на собрания, у нас хлебопреломления, проповедники, они стараются так дисциплинировать себя, быть в тонусе. Потому что знаем, потому что всегда, в любой момент, Бог может употребить тебя. И ты должен всегда быть готов на всякое время, во всяком месте. Но бывают такие случаи, когда, как бы, вот, затишье, тишина. И Бог, как бы, отступает. Ты не чувствуешь Божьего присутствия. Я думаю, что-то подобное было с Эзекией. Что-то подобное было с Эзекией. Как-то, знаете, он, ну, такой, как бы, страх Божий, может быть, отступил немножко. Вот Бог отошел, отступил, оставил ненадолго, отошел в сторону. Вот. И он, как бы, так почувствовал свободу. И, знаете, вот такие моменты проявляются наша внутренность, состояние нашего сердца. Состояние нашего сердца. И что начал делать Эзеки? Он начал хвастаться. Начал хвастаться. Только Бог отошел, отступил немножко. Не почувствовал он такого присутствия Божьего рядом с ним. Он расслабился. Пришли эти послы вавилонские. И проявилось состояние его сердца. Эта ситуация, как плакмусовая бумажка, проявилась, чтобы испытать, чтобы показать. Ведь Бог знал, что у него на сердце, правда? Но Эзеки я не знал до конца. Может быть, он думал, что у него все хорошо у него. Но Бог, видя эту проблему, немножко отошел, отступил, чтобы все это проявилось, чтобы он увидел себя, какой он есть на самом деле. Там, где-то в глубине. Смотрю, Давид тоже, муж Божий. Хорошо, Бог благословляет. Все хорошо. Но иногда Бог так отходил в сторону Давида. Помни ту ситуацию с Версалем? Если бы Давид чувствовал Бога рядом, страх Божий был бы у него. Поступил бы он так? Нет. Но вот Бог чуть-чуть отошел, отступил, чтобы показать Давиду, что у него на сердце. Чтобы Давид увидел. И в Псалме 50 мы читаем, он кричит, Боже, сердце чистое, сотвори во мне. Разве он был грешник вообще, Давид? Нет. Но вот что-то там было такое. И Богу очень важно было, чтобы Давид увидел, что он ест, чтобы он тоже не возгордился, чтобы прорывал. И вот так вот, знаете, смотрю у Иова. Иов прошел испытание, правда? Бог немножко отступил. Произошло разделение, он молится, не отвечает, праведник. Но написано, ничего неразумного Абибиов говорит, не сделал, не сказал. Кто-то проходит, кто-то не проходит. Знаете, у меня недавно был этот вопрос Богу, или, или, ломас его вахвани, Боже, Боже мой, почему ты оставил меня без собраний? Абибиов говорит, чтобы испытать тебя. Чтобы ты увидел, что у тебя на сердце, какое у тебя сердце. Я так понял, посмотрел на свою жизнь, когда мы ходили на собрание, и вот этот период, когда не ходили на собрание, то он существенно отличается. И я понял, что это было время, когда я сидел, когда я был в этом огне Божьем, я себя держал, задисциплинировал, читал лучше, больше, молился больше, молитвы были другого рода. Я старался себя держать, потому что, может быть, и туда надо, там проповедовать, там, там, что-то я старался себе, страх Божий был, но вот пришло время, затишье. И ты потихонечку расслабляешься, не сразу, не на первый день, не на второй, но проходит неделька без собраний, проходит вторая неделька, третья неделька, и ты чувствуешь, что ты начинаешь потихонечку успевать, молитвы твои не такие, там внутри начинает что-то шевелиться, плоть начинает пытаться диктовать свои условия, меньше ты читаешь, меньше молишься, больше плоти уделяешь внимание, и ты увидел Бог, говорит, я специально оставил тебя, чтобы ты увидел себя, внутри сердца стоит, или-или ланаса в охране, я думаю, что-то похожее происходит для вас, когда мы остаемся без, и Бог допускает нам эти времена, чтобы мы увидели свое состояние, свое сердце, это как лакмусовая бумажка, лакмусовая бумажка, Бог оставляет тебя от таких собраний, и ты остаешься один на один, Он как бы отступает, Он не оставляет тебя, ни меня, но Он отходит в сторону и смотрит, как ты будешь себя вести, что ты будешь делать, как ты будешь жить, как ты будешь поступать, поэтому благословить нас за спорти, вспоминается, жена рассказывала, была маленькая, и мама бы делала в парк гулять, и у подруги тоже была дочка, они вместе шли как-то, вот, две мамы, и две дочки маленькие, они так в период, бежали чуть-чуть, и маму взяли, спрятались, спрятались, вот, и те раз-раз-раз-назад, и маму, и что они, давай кричать, мамы, мамы, девы, знаете, то, когда я остаюсь вот так вот один на один с собой, и я вижу, что, что я начинаю охладевать, то я тоже так кричу, только не мама, а отец мой, а вы очень, а вы очень, не оставляй, я понимаю, что если ты оставишь меня надолго, то все будет хуже, и хуже, и хуже, но Бог иногда допускает нам, чтобы мы увидели себя, внутренность свое, сердце свое, допускают такие обстоятельства, одиночество, и такие, такие случаи были у всех мужей Божьих, если почитать внимательно, в житии мужей Божьих, у них были такие моменты, когда Бог, он скрывал, написан, ты сокрыл лицо свое, я смутился, нам хорошо в присутствии Божьем, хорошо в собрании, вот, и мы чувствуем, переживаем Бога, но бывают в жизни такие моменты, когда он немножко отступает, когда мы детей своих учим, подить, мы тоже их там немножко оставляем, чтобы они научились сами, со стороны смотрим, но когда ребенок падает, мы подбиваем, сразу его утешаем, так и мой розбог, чтобы мы научились ходить верой, чтобы мы не только в собрании, и здесь такой жизнью жили, чтобы мы везде были такими, и во всякое время, и на всяком месте, поэтому помоги нам, Господь, чтобы мы понимали, что все это делает Бог, за всеми обстоятельствами, которые приходят в нашу жизнь, стоит вечный Бог, и злое, и доброе, и приятное, как сегодня, и не очень, когда мы остаемся без собраний, без таких общений, все равно мы можем молиться, все равно мы можем собираться, все равно мы можем проводить такую жизнь вопрос, лишь у нас, в нашей лени, в нашей плоти, что мы больше ценим, к чему мы больше стремимся, но когда человек видит свою немощность и беспособность без Бога что-то сделать, он всегда может сказать, Отче, Ава, Отче, зачем ты оставил меня? Бог рядом, Бог видит, когда ты зовешь Его, когда ты понимаешь, осознаешь свою немощность и неспособность без Него что-то сделать, жить правильно и правильно, ты всегда можешь позвать, Бог рядом, Он всегда придет, и всегда поможет, и всегда поддержит. Я хочу вместе с вами помочь. Давай, давай. Субтитры создавал DimaTorzok 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 воля Божа есть. Он все наши потребности знает. И на все в него есть свой час. И в молчании не раз ждет, пока смирится каждый из нас. Как смириться душа не может с тем, что Бог посылает нам, ты в молитве скажи, Мой Боже, те рубы, что божаешь сам. Аминь. Браво Богу. Время ты куда улетаешь? Время ты куда все спешишь? В жизни ты только все доставляешь и снова куда-то летишь. Время ты ключом жураблею летаешь. Знаю, что ты ко мне опять не прилетишь. Знаю, что ты ко мне опять не прилетишь. Время ты проходишь так быстро, много принося мне скорбей. Знаю, что не вернут мне бессилий так много утраченных дней. скорбей. Боже, о, зачем ослабели так крылья? Быстро б я улетел в тот край, где нет скорбей. Быстро б я улетел в тот край, где нет скорбей. помню, я к Творцу обратился, к Богу я служить обещал. Помню, как ослабевший молился и снова его призывал. помню, как тогда на коленях молился, помню, как он покой святой мне даровал. Помню, как он покой святой мне даровал. Боже, вот опять призываю имя святое Твое. В жизни мне дай ценить умоляю короткое время свое. Боже, не остав Ты меня умоляю, Боже, даруй узреть покой грядущих дней. Боже, даруй узреть покой грядущих дней. Слава Богу! В Ноево качега весом не было, штурвало для него не сделало Нои. И судно по волнам качалось, бедало, и дождь не подключался параливной. Не к цели плыл корабль, ни к дальней пристани, на берегу никто не ждал его. Он получил команду просто выставить и просто жить, а больше ничего. Закручивало так, что сердце падало у всех, кто был на этом корабле, и билось оборота, волна крылатая, и ветер забывал, как волк в Англии. Раскачивались стены мироздания, исчезли звезды, небо, солнце, лик, но нужно было справиться с заданием. Не умереть, а выжить в этот миг. Вот так и нас порой беды темные, как тот копчек накроет с головой и подойдет к душе волна огромная и заслужит измени протяжный бой. Тяжелый час, когда кричим от боли мы, и нет ни капли сил, и лет нет свет, нам нужно выжить, выжить и не более других задач в такую полу нет. Утихнет море, будем мы услышаны, Господь насытит наши дни опять не за геройство, а за то, что выжили, когда неполосто было выживать. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Все же приобресть спасенье может каждый Там много кофе, где однажды я была Веди меня и будь всегда со мною И помоги любить, как любишь ты Мне ничего не нужно лишь с тобою Хочу быть рядом, ты благослови Мне не понять твоей любви, веселин разум Понять, что ты все делал для меня Все же приобресть спасенье может каждый Там много кофе, где однажды я была Все же приобресть спасенье может каждый Там много кофе, где однажды я была Дерево высокое легче измеряется, если оно срубленным на земле лежит Время пролетевшее легче проверяется, лишь когда годами вечностью бежит И стоишь над годом, словно над покойником Не чужим, а близким, самым дорогим А в душе роятся чувства беспокойные И воспоминания, связанные с ним Громкие события, радости минутные Все проходит в памяти, все до мелочей И глядишь в бессилье, зная не вернуться Дни, как воск сголевший праздничных свечей В мире были войны, бунты, ополчения И стихийных бедствий, крупное число Были катастрофы, были покушения Но что в душе моей произошло? Много мой за год прошедший научилась Ближе ли к Христу душою подошла? Чем с рогом лукавым в битве отличилась? Много ли погибших к Богу привела? Каждый год прошедший может быть последним С чем перед судьею будешь пристоять? Помоги мне, Боже, жизнью жить победной Помоги мне мудро годы исчислять И когда ты срубишь дерево высокое И своей умерой будешь измерять Скажешь, что полно оно вечной жизни соков Что его взрастила Божья благодать Новый год к концу неизбежно клонится Забывая заднее, поспешим вперед Пусть желания наши непременно сбудутся И воистину новым будет Новый год Аминь Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Когда наступит время, день в последних дней Любовь и вера исчезнут, грех винить людей И растворится туч надежды в темноте Когда не станет места, совсем не станет места Для любящего Бога на земле Не буду я, не будешь ты Не буду я, не будешь ты Когда придет последний час Когда придет последний час Не буду я, не будешь ты Найдет сила смело злу ответить мне И сохранить священный с Господом завет Не отступить, не отвернуться и тогда Когда не станет места, совсем не станет места В сердцах людей для Господа Христа Не буду я, не будешь ты Когда придет последний час Когда придет последний час Не буду я, не будешь ты А после всех страданий встреча в небесах Без скорби нет и Божий мы в царе сердца Восторг души словами можно передать Ну как не удивляться Нам стоило смиряться Для этого и жить и умирать Как буду я, не будешь ты Когда придет последний час Когда придет последний час Там буду я, не будешь ты Когда придет последний час Когда придет последний час Когда придет последний час Там буду я, не будешь ты Когда придет последний час Там буду я, не будешь ты И цель у лукавого Лише одна Держи людский, повсяк час Держи людьми, борище я сили Долаючи страх На Бога надійся Тот смерті будь вірний Щоб бежно з ним жити Святих небесах Амінь Слава Богу Слава Богу Слава Богу Слава Богу Слава Богу Слава Богу Я зачитаю вам декілька Минства Божього Спочатку Писнання до евреев Одиннадцатий розділ З 32-го верша І що ще скажу Бо не стане часом Меніше Поповідати про Гедеона Варака Самсона Єфтаєв Давида І Самуїла Та Пепроки Що вірою царства побивали Правдочими Поддержували обітності Пащі левом загороджували Силу огненну гасили Утікали від вістря меча Звізнялись від слабості Хоробри були на війні Обертали в розчищ полки чужинців І так далі У цього місця І книга суддів Шостий розділ З 11-го верша І прийшов англосходній І всівся під дум Що в Офрі Які належать Авію Езріану Йоашені А син його Гедеон Молотив пшеницю В виноградному чавирі Щоб заховатися Перед Мід'янітями І явився до нього Англосходній Промовав йому Господь з тобою хоробрий мужик А Гедеон сказав до нього О пане мій Якщо Господь з нами То наше прийшло на нас усе оце Іде Йде Всі його чуда Про які оповідали нам Наші батьки Говорючі Ось з Єгипту Господь Вивив нас А тепер Господь покину нас І віддав нас У руку Мід'янітями І обернувся до нього Господь сказав Іди Із цією Своєю силою І ти Спасеш ізраїля З мід'янської руки Оце я Послав тебе Братья и сестры От Ви всі знаєте У нас Слово Боже Читаємо всі Правда Ось скажіть Про що Одиннадцятий розділ Писання До Єври Про віру Правда І от здається Там написано Що це облако Свидетелі Христових Тобто це люди Які жили до Иисуса Христа Але були свідками того Щоб пройти Христос Правда І вони є для нас прикладом І ми мали би Звертати увагу на них І Братья і сестры От Я з самого дитинства Пам'ятаю Як нам розказували Про Гедіона Якщо я не помиляюсь Здається Нам сестра Валя Морцов В недільній школі Тоді розказувала Зараз Це сестра Валя Самолюк І Колись я пам'ятаю Ми маленькі були А вона нам Це її особливий такий Підхід Як ми виходили І в обітовану землю І все інше І я пам'ятаю Про свого Гедіона Я пам'ятаю Ще наділя Шкори З тобто ми сиділи Знаєте хто він був для вас? Ну боялось Правильно? Ну Так щоб подивитися Ну Такий вроді Ну Багато да зробив Але от Мені здавалося чогось залишили Що він боялся Ну такий він був Нерішучий Я думаю Чому Гедіон стоїть З Варатом З Самсоном Євтаєм Давидом З Самоїлом Ну Так читав останній раз Ну чому Апосол ставить їх всіх в один ряд Ну Чого там Знаходиться Гедіон І от Браві сестри Коли я Почав знову перечитувати книгу суддів І думаю Ну от Більш детальніше Почитаю Що ж там про того Гедіона Ну чого з нього брати приклад Ну Боялось собі такий Господь йому каже Він Та ні Та я ще почекаю Та ні А ти підеш Ну Зайце такий знаєте Ну не сміливий чоловік І Браві сестри Якщо читати оці розділи Які говоряться про Гедіон До того часу Господьаємо перемогу От Браві сестри Дивіться Прийшов час Коли були жнива в Ізраїлю Правда? Люди Жали Я так розумію Пшеницю Житто Ячність Що у них було тоді І він Сам Гедіон Що робить Я так розумію Що він був в найменшій можливості Сім'ї І йому доручали Ну всяку роботу Знаєте Коли менші Часто так буває Іди там Нам молоти пшеницю Щоб нам було хреба І от А де її молотить? Не підеш ж туди Де зазвичай робить Він заховався там Де Вили виноград Ну ніхто не догадається Що там можна щось пшеницю колотить І він її виколочує І тут прийшов Ангел Господній І каже йому Гедіон Каже Господь з тобою муж сильний Гедіон дивиться Каже Слухай Каже Та який я муж сильний? Та який Господь знав? Каже Я з самого дитинства Знаю який був Господь сильний тоді А зараз Ну нема Господа Каже Ну от де він дівся? Де ти Господь Який от виводив Ізраїля з Єгипту І каже І зараз Господь Нас покинув І залишив На младеніття Так? І він каже Знаєш що, Гедіон? Ось цією силою, яка в тебе є Іди їх перевожеш І що Гедіон робить? Боїться Правда? Ну як ви думаєте Він злякався чи ні? Злякався Він боїться Але знаєте що він говорить? Каже Якщо я знайшов в моїй з твоїх очах Почекай мене тут І я зараз піду приготую їжу І принесу тобі Брось сестер Як ви думаєте? От Гедіон там руки тряситься Коли він готував ту їжу чи ні? Звісно Звісно Він боявся страшно Я думаю Як собі так Господь сказав Я через тебе переможу цих младенітян І він каже Ну якщо це Господь говорить Може і до здача цього моменту Що Господь сам до мене говорить Правда? Ну батьки з дитинства розказували Там Господь такий сильний був І знаєте думаю От може цей момент якраз настав до мене І він пішов Приготував їжу Приносить йому А ти вилей її і так далі Тут сходить огонь І він ще більше злякався То Арнерд пішов І він Що робить далі? І думаю Ну страшно Страшно В такій ситуації Мало того що Тих младенітян куся І знаєте Вночі Господь йому каже Гедеон вставай Гедеон прокидається Що робить далі? І знаєте Він каже Дивись Бори отак Там зволів Бори отак І каже Там маєш ти Жертвник Зруйнувати Маєш дуба зрубати І знаєте Що Гедеон робить? Брась і сестрі От боїться Гедеон Що йому треба робити? Написано Знаєте що? Він пішов Розбудив ще десять чоловік Написано І Гедеон взяв десять людей Своїх зробив Як говорив до нього спор Брась і сестрі Ось скажіть От Гедеон боїться От коли ми з вами боїмося Ми щось робимо чи ні? Чи просто стоїмо і трусимо нас? Правда? Страшно Ну що робить? Паніка настала От що робить? Гедеон мене дивує Йому страшно Але Господь каже Що ми звернули увагу на віру цього Гедеона Правда? От яка віра в Гедеону? Угідь собі Господь будить його серед ночі І каже Гедеон йди зрувай Іди зроби те і те Страшно Він мало того що сам боїться Він бере будище людей Ну уявіть собі Я не знаю Взять серед ночі Розбудить людей Десять чоловік рабів Пішли зробити це діло Зранку Брась і сестрі приходить Така ситуація Там почали бунтувати на батька Гедеона Ну батько зрозуміло там заступився Ну за меншого сина чого ж не заступиться Та більше що зрозуміло Що гарну справу робив І Брась і сестрі проходить далі Написано Шостий розгляд Там з 31 річа каже Що Аду Господні зійшов на Гедеона І Він засурмив у сурму І був сликаний авіазер за ним І Він послав послів По всьому Манасі І був сликаний за ним Послав до Асира І до Заволона І до Нефталима І Вони вийшли на перейміни Брась і сестрі на другий день Що робить Гедеон Ну Господь сказав Що через мене буде перемати Сказав А що мені робити От я боюся страшно Але робити то треба Брась і сестрі Ну от Він боїться Але віру має Має віру Написано Ду Господні зійшов до нього І Він бере трубу І давать труби Написано там Пам'ятаєте В законі написано Одна труба для того, щоб збори стукати А друга на війну Навчальники І Він починає стукати Брась і сестрі І знаєте, що відбувається? Із чотирьох колінь збирають до нього люди військові Написано там 33 тисячі людей Так? Зібралися І від собі збираються ці всі люди От Брась і сестрі Стоять младенітяни Їх багато війська Ну, розумієте це І тут між цими дітянами Потихеньку збираються Весь цілий табір Чотирьох колін Ізраїля Як ви думаєте, їм помітно, що вони збираються чи ні? Ну, я думаю, це не було Ну, це важко було з Крим І от вони збираються всі разом Ну і цілий день стоять там на місці І що вони? Як ви думаєте, що вони кажуть? Гедіон, ну що? Зібрав Затрубив Погнали Давай зараз Що там треба робити? Кажи Там, я думаю, хтось там чистить меча свого Хтось там ще щось робить А Гедіон знаєте, що це робить? А він до вечора самого нічого не робить І він знаєте, що каже? Пішов собі на тік Брась і сестрі Ну, хто знаєте, що таке тік Я пам'ятаю, що Коли я був маленький Ми з папаним батком їздили На захід до України, там до родичів І я бачив, як жали жито З серпом Ну, там тетяня, вона жала жито І потім вони його збирали в клуню Це такий, ну як у нас сарай Або там, не знаєте, така загата І збирали його туди І там вимолочували його Це такі в них були ціпки Називалась така палка Потім такий цепок І знову палка така І вони по цих снопах били А от були ще такі, що були відкриті Тут, типу, рідна земля, брась і сестрі, втоптана І туди ці снопи кладуть або волами Або, в основному, волами з якимось вантажем І по них приїжджають, щоб висипалась пшениця із колосків І от цей лідіон приходить туди Врася з дарі жнива Нічого не зібрано, розумієте? Ну, пуст на тому таку І він символічно, я так думаю Бере, приносить з собою цю шкуру цієї вівці І каже, Господи Якщо ти дійсно хочеш через мене спасти Ізраїля Каже, хай сьогодні, цієї ночі Весь стік буде сухий А от на оцій шкурі, на цьому руніх Як було, буде роса І, братья і сестрі, що ви думаєте? На ранок приходить Гедіон Точно так само, як він попросив Так Господь зробив І я думаю, братья і сестрі Як Гедіон каже? То це означає, що ти спастеш моєї рукові Ізраї Ну, зранку прийшов Видавив ту воду Вовни з тієї видави І такий радий думаю, ну все, пішов Просте це, що робить Гедіон? От він боїться чи ні? Що він робить далі? Просте це, ще цілий день Оці військові стоять Кажуть, Гедіон, там ці кінців Ну ми ж зібралися, давай воювати Що ми ж прийшли готові А Гедіон знаєте, що робить? А він боїться Боївус, правда Ну, ти що за начальник такий? Цілий день Зараз манітяни, та звукайте Та їх така куча народу Та вони зараз зберуться вмісті Попід руки І нас просто розтопчуть Ну не буде так тих євреїв, естественно Ну правда Цілий день Стоять, нічого не роблять Гедіон чекає На другий вечір він знову приходить На той тік Каже, Господи А давай сьогодні буде навпаки Хай буде скрізь роса А отут буде сухо І на ранок приходить Точно така сама ситуація Як він попросив І, брат сестре, що робить далі? Гедіон бере цих всіх військових Пам'ятаєте, так? І він каже А хто з вас боїться? Брат сестре, як ви думаєте? Для чого от Наступає такий момент Вже ці зібралися приблизно дві доби Вони всі сидять разом І тут Гедіон каже Ну все, скоро будемо воювати Але каже Хто з вас боїться? Хто робок і боїслів? Хто? Брат сестре, як ви думаєте? Всі інші за ці два дня Хто боявся? Злякались чи ні? Так, брат сестре, я думаю Два дня так перелякались Вже сиділи Оглядались так Ідуть моєнтяни чи не йдуть? Ну що ж цей Гедіон? Він нічого не робить Про труби Ми зібралися І брат сестре, знаєте, що Господь робить? І відсіває Лишається 10 тисяч людей І тут Каже Господь далі Гедіон Багато Треба ще, щоб було менше Ну знаєте, там подоку Лишається 300 чоловік Ну що робить, брат сестре? Приходить знову вечір І люди, я думаю, стоять, чекають Ну те ж цей Гедіон Ну що за начальник такий? Ну, брат сестре, зібрали людей Та ж раз-два затрубили Пішли, перемогли, все Ні А він боїться Байгус такий І брат сестре приходить в момент І Господь каже ночі до Гедіона Гедіон Вставай І йди у табір надяняття Брат сестре, от давайте уявимо себе на його місці Я начальник війська, так? І мені треба перемагати когось Та брат сестре, начальника Та ніхто його не пусти до ворогів, правда? Я б, мабуть, злякався, не пішов би А уявіть собі Господь каже Гедіон Ну йди Гедіон бере свого слугу І, знаєте, цікавий такий вірш Тут десятий вірш в сьому розділі Каже Якщо ти боїшся Іди ти Та пура Твій слуга До табу Як Брат сестре Господь тонко Гедіон Каже Гедіон, якщо ти боїшся Каже Візьми з собою ще свого слугу Господь знав, що Гедіон боїться Брат сестре Знав І ідуть вони вдвох І вони приходять І один в другому кажуть Я так думаю, ночі проснули Слухайте Такий сон приснився якийсь А він розказує сон Каже Це не інакше, як Гедіон Каже Це сто процентів він І брат сестре Вертається Гедіон назад І знаєте, що робить? Пам'ятаєте? Всі збирають Розбивають кувшини Запалюють ці факели Трублять Начинається битва Беремають вони тих мадянетян Ну і так далі Да, Господь беремо Але, брать і сестрі От Давайте От подивимося на цього Гедіона Трошки інакше Ось дивіться Ми з вами так само От схоже на Гедіона Живемо зараз в такий час Тривожий час, брать сестрі Ну що говорять І хвороби якісь І ви знаєте в Україні війна в нашій Ну куча всього, брать сестрі І політична ситуація нестабільна І так далі І от уявіть собі Гедіон живе так само в такий час Він боїться Йому страшно Але, брать і сестрі Що робить Гедіон Коли йому страшно? Він сліп може на місці Може він закрився десь себе в кімнаті Труситься Господи Так страшно Так страшно мені От не знаєш Нічого не буду робити Бо це страшно Що робить Гедіон А він Коли страшно Він з вірою ідеї робить Розумієте? Мене це дивує Я Та тебе ж паніка мабуть Гедіон Ну на що ти кажеш йому Та посиди йду Та втік не заховався Ангел прийшов Господь Та тільки не я Ні Каже Приготовив їсти Приходить Сидить Жде його Приготовив Господи Тому же це правда Потім слухайте Прокидається вночі Страшно Взяв ще десять чоловіків Ідемо Щось робити Зробили Далі знаєте Що робить? Дійшов до господя на нього Давай затрублю Хай збираються всі коліна Будемо воювати Ну Мені особисто Мені Це поведінка Знаєте Людині Якийсь страшний Господь каже Якщо ти боїшся Він боявся Він правда боявся Але Він робив І от ми з вами Живемо в такий час Ну так само живемо І от Про Саша говорив Що Ну дійсно Важко без зібрань Правда? І страшно Як інакше Але Що робив Гедіон На нашому місці Як ви думаєте? Знаєте Я Коли Оце недавно Перечитав Знову в мене спочатку Я звернув таку увагу Там написано Про Жертвенік Ну Про Аорона Про жертвеніку Оце ці лопаленіки Великий це жертвенік був І там написано так Що Жертві мають приноситься Але написано що Огонь на жертвеніку Має горіти постійно Якщо ви не помиляєте Це Мабуть Левит Шостий розділ Шостий розділ Огонь завжди горітиме На жертвеніку І не погасне А перед цим написано Огонь на жертвеніку Горитиме І не погасне А священник палитиме На ньому дрова Щоранку Щоранку Браз сестри Ну от скажіть Щоб горів Жертвенники не погас Треба що Щоб на ньому Вася жертва була Чи що Не обов'язково Правда А що до жертвеніку має бути Щоб жертвені горіли Треба Щоб були там дрова Правда Звичайні дрова Жертвеніка Там була така конструкція Що знизу була така рішотка Там підувало так І якщо ти поклав туди дрова Воно обов'язково буде горіти І для Господа було важливо Щоб то жертвенік горіли Ну а вдруг не принесли цілопалення Вдруг не принесли жертву І що робить А жертвенік має горіти Браз сестри І от дивіться на це Авгідіону Він знає Яким Господь синім колись був Правда Знає І каже І Господа з нами зараз немає Ну немає Ну немає Каже І так як було в Єгипті Ну немає і все І що робить Браз сестри Авгідіона А в нього дрова оці були От на тому жертвеніку Щоб в нього ці дрова були І той огонь горі І тільки Господь каже Гедіон Давай йди Страшно Взяв і пішов і зробив І Браз сестри От ми з вами зараз так само Я Знаєте Коли прийшов ці карантини Я зрозумів таку штуку Що Мені вже зібрань Недостатньо Зібрань немає От де ти будеш слухати Слово Боже Браз сестри Зрозуміло Можна зайти в інтернет Там зараз багато проповідей І так далі Але Ми з вами християни нового заповіту Правда? Написано Це все не є священство Люди З якими особисто говорить Господь Правда? Ми особисто маємо мати від Господа вкриття Браз сестри Знаєте От я скажу вам особисто Що я роблю Браз сестри Я їду на роботу кожен ранок Я читаю Біблію Вертаюся з роботи Я також читаю Десь година їхати Я читаю Біблію Знаєте Браз сестри чому? Тому що я розумію Що Хай я не принесу жертву Перед Божемо цим зібранням Але Друга на моєму жертвенню Мають горіти Розумієте Браз сестри І Так само Знаєте Вечері Стані збрема Станемо на коліна Починаємо молитися Браз сестри Буває Господь Торкнеться Така молитва І знаєте І радієш просто перед Божемо цим Ну нема зібрання А А молитва Господь приходить Знаєте Торкається І радічно перед Божемо цим Здається Ти жертву велику не приносиш А Феміан Відноситься до Господа І Господи приємно І тобі радість Браз сестри От Якщо так подивитися Ми з вами живемо в той час Коли нас всі з усіх сторон лякають Правда? Статистика от така Стільки людей захворіло Стільки людей померло Страшна хорова Браз сестри Дійсно це страшно Але Браз сестри Що робив Гідьон Коли йому було страшно? Він йшов і робив Спрацю Господню Правда? Браз сестри Він продовжував робити І мене оце Знаєте Дивує Спасіння від паніки Спасіння від того Щоб чогось було страшно Браз сестри Просто йти і робити Господню справу Виконувати волю Господню І хоч буде страшно Браз сестри Але Господь буде з нами Слава Йому за це І хотів би Браз сестри Щоб ви сьогодні Разом зі мною Браз сестри Ободрився Господь каже Гідьону Іди Печайте Господь Годи Господь тобою Муж сильний Прошки сестри От ви дома на карантині Немає зібрання Господь з вами чи ні? З нами А скажіть А ви сильні чи ні? Сильні Так господь Та ми слабі Та зібрання немає А я вже остив А Господь каже Господь з тобою Муж сильний Господь не правду каже Чи правду? Правду каже И тогда Дисelyn каже, как бы, Господь каже, Дисelyn, с свою силу, какую ты маешь, иди и смотри. Братя и сестры, вот скажи, Господь дал нам силу, или не дал? Дав. Братя и сестры, Господь нам дал Духа. Там написано конкретно, Духа не страху, братья и сестры. Дух Святий, не Дух, который nos страха. Вон тот Дух, который посыок нам радость, братья и сестры. Мы имеем силы от Господа, братья и сестры? Маем, правда? Правда? И в карантин маем, брат сестры? Или только на собранье? Как вы думаете? Вдома. Вдома маем силу. И, знаете, зверните увагу на этого Гедеона. И так написано, что мне еще говорят, про кого еще говорят? Как бы я хотел рассказать про Гедеона, то еще бы, знаете, тот 11-й раздел был бы до книги откровеннейший. Но, брат сестры, он так пишет, что говорит, зверните увагу на этого Гедеона. Ну, зверните на него. Вон там в ряду не случайно. Эта людина, это муж гири. Страшно, тяжкий час. Но, брат сестры, Господь дает победу. И, знаете, что? Так, как сейчас, брат сестры, всегда не будет. Когда будет гирьше, когда будет лучше. Но нам нужно с вами понять, что ту силу, которую нам дали с вами Господь, мы с ней можем идти и победить. Единее, что нужно... Думайте, я думаю, Гедеон, он делает дело, там выколотит эту пшеницу. Но думки его какие? Как бы Господь был с нами, как он был, когда выводили Израиля и изъявили. Правда? Вот вы, возможно, сестри дома варите и ездите. Вот, про что вы думаете тогда? Вот это ж погано, такий карантин, нема зебраться на зебраться. Как чудово Господь нас благословляв с зебранием. Как сильный у нас Господь. Как Господь нас благословляет. Я живой, я здоровый. Что еще мне нужно, брат сестры? Да, нет сегодня зебрания. А лишь Господь знамичен. Знамо, брат сестры. Можем силы от Господа. Можем, брат сестры. И не скажите, что вы маленькие. И не скажите, что вы одни. И он так же был один, брат сестры. И вы думаете, что с ним великое войско было? 300 человек. Не было много. Но, брат сестры, ему Господь дав перемогу. Слава нашему Богу. И, брат сестры, так же сегодня и в этом зебрании Господь каждому из нас может и даёт перемогу. Правда, брат сестры? Какая радость сегодня мы перед Божим лицем? Какая же вы пластует костно из нас? Знаете, брат сестры, так расскажем вам трошки. Ну, недавно, ну, десь, трошки ранее ездили, мы встанем до ее батьков туда, в Рокитне. И в неделю вечера были на одном зебрании. Это, ну, там, таке село, звідки, ну, одни там люди, которые, ну, много зла нам наробили, ну, которые сейчас не в нашей церкви. И, знаете, я приехал, знаю там, ну, что нас знают, про нас знают. Знаете, приехал в зебрании. И мне так как-то на сердце тревожно трохи. Думаю, ну, что тут говорить о зебрании, что тут проповедовать. И, брат сестры, знаете, думал одно, а потом друге. А тут, знаете, пришла така думка. А рассказать, який Господь добрый, в какой он сильный дей в нашей церкви. В нашей науковской простой церкви. И знаете, брат сестры, так вроде страшно было, когда он пришел, и Господь действительно благословил. Знаете, говорил, и мне аж, знаете, и в час проповедии так и сгадуешь всех вас. Знаете, про что я говорил? Что, брат сестры, наша церква така невеличка. Мы там находимся, тут на певдне Украины, недалеко у нас різные, и тут, и, знаете, и Крым, и так далее, и разные ситуации. А знаете, про что я рассказывал? А, брат сестры, памятаете, когда в 14-м году наша церква была в посте? Памятаете? 40 дней, памятаете, когда были? Когда мы молились, молитвы, чтобы война до вас не пришла? Памятаете, брат сестры, такий час? Как вы думаете, война тогда пришла, брат сестры, или нет? Нет. До нас не пришла. И, брат сестры, как вы думаете, Господь знаменит? З нами. И если мы сейчас перейдемо очень много ситуаций в жизни нашей церкви, брат сестры, то мы понимаем, что мало силы среди нас. Мы маленькие, мы слабенькие, мы там наименшие в том Израиле, в том Украине, в той Христовщине, братья и сестры. Но Господь говорит, что та сила, которая в тебе есть, ее будет достаточно для того, чтобы отримать победу. И знаете, я не знаю, как там будет дальше, как Господь покладет сердце вашим братам, как будут собрания проходить, как будут святы. Но, брат сестры, я хотел бы вам побажать всем, чтобы мы с вами хоть и боимся, но все равно шли и делали Дело Божье. Даже если не хочется читать Библию, заставь себя, открой и почитай. И мне часто не хочется, часто думаю, что Господи, что это уже как-то тяжело. А я открию, почитаю, и все это на полно с радостью от Господа. Станешь так, и думаешь, сейчас кратенько помолюсь, уже так досну, чтобы уже... А знаете, а как заплажешь перед Божьим этим? А как Господь придет, как торкнется, и радость сердце такая, и думаешь, Господи, я и слабый, и сил нет, а Господь придет и говорит, то есть силы, которую ты имеешь, достаточно для того, чтобы победить. Братья и сестры, как все чудово. И хотел бы, знаете, чтобы мы с вами были такими людьми, которые не боятся. Реши, братья и сестры, можно бояться. Господь говорит Иону, я знаю, что ты боишься. Возьмись с собой своего слугу. И знаете, хай Господь благословит нас с вами. Зараз мы будем молиться. Чтобы, знаете, чтобы мы все с вами понимали простую речь. Братья и сестры, бояться – это нормальный стан человек. Бояться можно, но не впадать в панику. А если и страшно, навпаки, надушаемость у Господа. И он каждый ночь переверял, Господи, ты со мной еще не со мной, а в эту ночь будешь со мной, а сегодня будешь со мной и будешь. И, братья и сестры, он настолько доказал, что из 300 людей они победили велика кількість військов. И Господь дал его победу. Братья и сестры, хай Господь нас благословит. Вы не думаете, что нас мало, братья и сестры, и то, что у нас есть, Господь Сын, дарит победу нашей церкви. Слава ему, братья и сестры. И вы, братья и сестры, уже, возможно, сомневаетесь в том, что Господь нам говорил, что будет пробуждение на Херсонщине. Братья и сестры, вы еще сомневаетесь, может, в этом? Я не сомневаюсь. Может, вы думаете, что Господь нам говорил, что будут приходить? Помните, что сказали, что разные будут приходить, и такие и такие, мы говорили, что все люди пришли в церковь. Братья и сестры, как вы думаете, это станет или нет? Да. А может, карантин, может, ты уже забыл про нас. Братья и сестры, Господь про нас не забыл. Слава ему за это. Братья и сестры, и то силы, которую мы имеем, достаточно для того, чтобы победить. И еще один брат в тюрьминской саде, Он был Иоанн Петрович Федотов, он был в России. Он сказал в тюрьме, его посадили. Сижу в тюрьме, а Господь через него такие чудеса робил. И воскрешал людей, и селяв много. Сижу в тюрьме, ни Библии нет, ни помолиться не дают. Знаете, ну вот так, очень тяжко. Он сказал, что Господи, где же та сила, которая была в меня? Господи, что я такой слабый? И знаете что, в ночи до него приходит ангел. И говорит, знаешь что, сила тебе нужна тогда, когда ты будешь в труде. А сегодня, будь ласка, в терпении. И знаете, как сестра Рита рассказывала этот директор. И там такие останні слова мне понравились. Господь говорит, что мы получаем нагороду не за героевство, а за то, что висок. И Господь благословит нас. В этот период нам не нужно проявлять героевство. Нам не нужно что-то делать так, ну, незрозумимое. Господи, я слабый. Но ты скажешь, что то есть сила, которую ты мне дав, и достаточно для того, чтобы победить. Хай Господь нас слабый. Господь нас не забыл? Не забыл. Господь с нами, братцы и сестры? С нами. Слава Ему. Господь нам дав силу, или не дав? Да. Слава Ему. И за это нам нужно дякувать Богу сейчас, или нет? То дякуем Богу. Аминь. Помогайся. Все вместе споем украинский сборник номер 582. За все тоби я дякую. Будем печь первый и последний букет. И во время этого псалма у нас будет добровольное пожертвование для нож нашей церкви. Назард Костянская аминь. Только богу памяти. Ну, что дядь. Поняталя районная. Назард Костянская калида. Но хорошая immigration прощается. Слава Ему. Слава Ему. ПЕСНЯ 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 Слава Иисусу Христову! Слава Богу, что подкрепилися маслом, подвели свои святильники, что можем дальше еще идти. Слава Господу! Слава Богу, что за сегодняшний день Господь нас берег до этого часа и до этого дня. Принимаем нужды с этой стороны. Я благодарю Бога, всю церковь, что молнився за меня. Я ценный месяц переносила и испытания духовные и домашние. Я жива отца, отца. Слава Господу! Слава Господу! Сестриали ваше вітання и помолимся за строго. И еще за детей в улице, за наших родных, близких, за сына нашего. За сына. За покаяние. За покаяние. За покаяние. За покаяние. Братья и сестры, за Украину. За покаяние. За ситрунину кушнет. И еще за сестру Валю песком. 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 И еще за сестру Валю песо. Также благодарю за маму, тоже ей лучше, она тоже передавала витания, дякувала за молитвы. И тоже я хочу там с ней лежать, я не знаю, сколько она с ней лежит, но там есть такая женщина, я с ней созваниваюсь, и она отбывает, она тоже помолится, чтобы ей Господь коснулся, она говорит, мама проповедует нам, чтобы Господь ее сердце тоже коснулся, чтобы она тоже покаялась, спаслася от своих грехов. Идемо до нашего Господа, несемо все эти нужды. Я хочу передать привет от брата Павла, он звонил и просил передать всем сестрам, братям привет Иван. Добрый, очень благодарю. Добрый, очень благодарю Павла Ковзева. Семья голова, как принимаем. Манула, Павлик и Аня. Павлик, Манула и Аня, их родина. Вашего сыночка, добрый. Так, на 7-м ряду сейчас сидишь. Из Тростянеця, прошу, прошу, от мамы. Володя Килюшко, слышу. Ивана Кузьмича, принимаем. От Наташи Калача, принимаем еще, прошу. Так, пожалуйста, братья, прошу. Из Тростянеця, принимаем. Из Дедовщины, сестра. Добрый. Из Дедовщины, принимаем. Вашей мамы принимаем. Володя Христианович. А с мамой и Аня? Возьмем и я. Тростянець, подавали, из Дедовщины. Приемаем. Возвращение из Киева. Возвращение из Киева. Возвращение из Киева. Из Киева. Дякую. В нашу церковь передавайте широкий христианский привет. Просто присядьте, брат сестры. У нас, брат сестры, мы, фактически, можно рассказать, миром Божим, и Бог вас бережет, брат сестры. Но нам нужно еще много порадить, а то я думаю, что мы сейчас это сделаем. И так, брат сестры, еще вам скажу, что прошли эти дни, наше керевство, нашу державу, дозволило, збиратись, немного размягчило карантин, ну и мы рискнули збиратись на процессы. Можливо, кто-то вас спросит, почему мы не собираемся, я скажу про это с теми. Для меня, особенно, наибольшая ценность – это вы. И знаете, кто легче переносит, кто легче, вот эти хвороби, я хотел бы, чтобы вы все были здоровы и расскажите, чтобы помочь им благословить. Видите, про это с теми. Нам надо вирішить какие-то вопросы. Вот, и сейчас хочу надеть слово для оголошения. Ну, дай бог, зібраны будут стоючи у нас. Знаете, когда про это с теми? Дорогие мои, я наблюдаю процессами великого христианского свято. А может, догадайтесь, яке? Знаете, добре. Добре. Ну, звичайно, знаете. Дорогие мои, и у нас 25 числа, по-святому, за роки, как были под коммунистами, дорогие мои, то Господь даёт уже и на Пасху по два дни, и Різдва, двічі. А мы славили. Добре. Мы не так хотели славить, а ну, зараз, нам им свободы, чем будет. Знаете, процессами, дивиться, 25 числа, это пятница, начинается у всему святі Різдвохристово. Вот. Всі католики, всі протестанти, таки, как мы, ну, и православные 7 числа, мы так ранее, так. Дорогие мои, 25 числа, процессами, и мы сможем зібраться с ранку, или нет? А ну подумайте, кто на работе? Кто не сможет по работе? Касаш, думаю, что будете работать. Еще кто? Процессор, если ты благословишь нашу? Конечно. Дякую, Процессор. Дивіться, а он сам не будет, да? Дивіться, процессами, 25 числа, такое предложение сделать нас, это первый день будет Різдва, максимум 14 дней, потом будет аж до 7, и так, наверное, больше. Если мы, друзья мои, 25 числа, сделаем, чтобы зібранница провела молодь, и недельная школа, ну подумайте. Я даю предложение. Не стеянутся, так? Проповеду, я не знаю, ну подивимся, не знаю. Как вы думаете, братья? Ну давайте так, процессами. Яргенеевич, сейчас залишишся на демную школу. Може, дорогие мои процессы, мы такие обставления життя. Может попробуем? Нет? Ну, значит, нет. Подивим, дай-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де. И процессами, и следующее зібранье будет у нас 27 числа. Это в неделю. Давайте мы сделаем эту неделю, яка будет. 25 пятницу будет Різдво, а 27 неделю, процессами. Давайте мы сделаем такой день, подяки Богу, как мы раньше делали, чтобы мы вечером не собирались, понимаете? Вот, если вы не против, сделайте таки. Вот, кто не встанет, перенесемо на третье число. Кто еще хочет рассказать? На третье число. Это в неделю зранку. Мы не против, процессами. Вот такой вариант. Я дома сидел, просто подумал, потому что, возможно, не готовить, потому что я уже все перебрал. В думках. А потом, дорогие мои, следующее ранее будет третьего, в неделю будет ломание хлеба. Вот будет звідно наше служение. И те, кто еще не встал, то расскажут о том, что он милостей Господь ему явил. А потом, братец, мы уже дальше объявим, что будет 7 число, что будет 4, будет рейс 2, Христово и так далее пойдем. Поможи Господь. У меня одни вопросы только. 25 числа. Старая Мария, пожалуйста. Старая Мария, очень логичное, мудрое вопрос. Старая Мария, очень логичное. Так, дорогие мои, теперь смотрите, что еще я хотел вам. Ладно, тогда, братец с вами, доброе. И тогда давайте еще сделаем еще такую вещь. Братец с вами, дело в том, что мы сегодня должны одного брата откусить в Слоню Церкви, а одну сестру принять. Так приходят обстоятельства жизни. Болина, что удастся дальше, или не удастся. У нас поехал, братец с вами, братец с вами уже Дудченко. Приезжали, братика нашего. Он будет проживать там, где шестаки проживают. Зрозуміло, что я? Шестаки. То, чтобы Господь отправить его життям. Он же там, он звонит уже звезти. И еще одно питание мы маем выреживать. А потом я дам вам эти моменты. У нас, братец с вами, церковь наша еще добавилася на одну людину. Вам сказали, кто это, или не сказали? Да, да, да. Да, точно. У нас добавилось еще каражу Тадіана Васильевна. То, братец с вами, я хочу, чтобы... Я говорю, Танечка, пройди сюда, чтобы кто-то, может, не знает, подивляться на тебя. То, может, кто против будет, скажет, а мы не хочем. Все, и не приймем тогда. Пойди, что до Рокитния. Я поясню, значит, не могу, не ризикую братов збирать заявок раз на церковные ради. Просто бережу здоровье братов. Ми, коли були на свапенні в Рокитному, у їхній церкви таке правило, понятное, ты первишь, правда? Сестра Галя подтвердить, брат Андрей. Коли, допустим, роблять оголошення про веселье, то в них автоматично, ця душа, якщо веселье вже буде тут у нас, то її автоматично вже вводять свинів церкви про це саме. Зрозуміло ли? Да? А вона так, зараз стоимо в Савянській церкви, і хочемо, щоб вона стала Савян-Новуховській церкви. То, про це саме... Може, какие питания будут до Савянян? Якщо, може, заперечить, будь ласка. Ну, дякую, дякую. Давайте за нею помолимся. Давай.